Меня зовут Дмитрий Акимов, я родом из города Саянска, это Иркутская область. Ну, живу в Иркутске, на самом деле. Я режиссер, главный режиссер Мотыгинского драматического театра. Какое-то время довольно продолжительное служил в Иркутском академическом и драматическом театре имени Николая Павловича Охлопкова артистом. Я родился в Саянске, до девяти лет я жил именно в этом городе, потом переехал в Иркутск. И вот с 1994 года домом моим, я считаю, конечно, город Иркутск. Я его очень люблю, потому что... Потому что... Потому что он хороший. Ну и здесь родители, здесь друзья, здесь мой ребенок. Поэтому все с этим связано на местах. Я живу во втором Иркутске, это там градообразующее предприятие, это авиационный завод. И моя сестра там работала и работает, и мои родители там работали. И вообще все мои увлечения были связаны, по большому счету, с самолетом. Я ходил в авиамодельный кружок, и вообще первое образование моё – самолет-вертолет-строитель. Но я не пошел по этому... по этому пути. Я случайным образом поступил в Иркутское театральное училище, сразу на третий курс, закончил его за два года и пошел работать в театр артистом. Хотя нет, я вот вспомнил, что, наверное, есть маркер какой-то, который, может быть, как-то в детстве направил меня в сторону театра. В Саянске, когда мне было лет пять, я помню, и это достаточно сильное впечатление было, моя мама принимала участие в постановке, которую ставил режиссер некий Андрей Гудковский. Вот сейчас помню, даже как сейчас. Он делал «Ижена Ионеско» стулья. Они репетировали это в ДК имени «Юность». И я, маленький, присутствовал на этих репетициях. И потом даже смотрел этот спектакль. И от начала до конца я посмотрел этот спектакль «Стулья» Ижены Ионеско. И это, помню, было такое сильное яркое впечатление. Оно отложилось. Вот именно знакомство с театром произошло именно тогда, а потом я от театра отдалился очень сильно, потому что уже будучи, живя в Иркутске, меня нас привели на какой-то спектакль бездарный, как мне кажется, потому что мне было скучно. Я посидел за время просмотра этого спектакля. Вот. И начал ходить в театр, посещать театр уже в сознательном возрасте, уже будучи студентом Иркутского политехнического университета, когда учился на самолетостроении. Я закончил Иркутское театральное училище и, как все, по большому счету, все безумные артисты, мечтающие о какой-то воздушной карьере артиста. Не знаю, как это сформулировать. Короче, какие-то мечты были направлены на Москву. И я приехал в Москву. Там работал. Работал на фестивалях. На большой фестиваль детских всемирных театров. Десятый это, по-моему, был фестиваль. Потом работал на фестивале NET, на фестивале территория. Работал в дирекции, помогал. Работал в театре БУ. Тогда он так назывался. Это театр при доме-музее имени Булгакова. Сейчас он называется, по-моему, театр имени Булгакова. Тогда он просто назывался театр БУ. Я вот там работал и, ну, короче, болтался. И потом как-то вот в голову какая-то закралась такая мысль, что мне надо заниматься режиссурой. Это как есть такое выражение. Помни, артист иногда тебя сдуру будет тянуть в режиссуру. Вот. И вот потянуло меня. Я что-то придумал какую-то историю. И с этой историей наивный иркутский мальчик вернулся опять в Иркутск с предложением театру юного зрителя. Давайте я вас сделаю этот спектакль. Ну, вообще, как бы, отбитый был. Ничего не боялся. Что-то писал, что-то ходил, предлагал. И вот, конечно, ничего мне не дали поставить. Но потом я поступил на службу в Иркутскую драму. Иркутский академический драматический театр имени Николая Павловича Охлопкова. Вот. И там уже художественный руководитель театра позволил мне что-то пробовать делать на экспериментальной площадке театра, на... Ну, какие-то эскизы делал. И потом был выпущен первый спектакль, который под руководством художественного руководителя я делал. И я уже потом поступил в щуку на режиссуру на заводченное отделение. Вот. И параллельно уже работал в Иркутской драме. Учился. Пробовал ставить. Вот так. А потом уже, когда закончил институт, я через буквально там... Ну, я уволился из театра и получил приглашение возглавить Черемховский драматический театр имени Владимира Павловича Гуркина. Это было в конце 2018 года. Получил это предложение от министерства. И я считаю, это большой подарок. И большая, как бы, такая честь для меня. Ну, то есть, на самом деле, это предложение во многом мне помогло дальше развиваться в профессии. То есть, помимо, вообще, как бы постановочной деятельности режиссерской, я понял вообще, на самом деле, что существует другая профессия. То есть, профессия главного режиссера и профессия режиссера постановщика — это две разные сферы деятельности, на самом деле. Это в России не учат на художественных руководителей, главных режиссеров, хотя, может быть, я ошибаюсь. Потому что вот сейчас я буквально в этом году поступаю в школу Додомяна, где, мне кажется, я смогу получить те навыки, которые необходимы для художественного руководства театром. То есть, во многом в своем движении в профессии я обязан и благодарен, конечно, на Иркутску, Иркутской земле, ну и театру. Театру имени Хлопкова, театру имени Гуркина. В 19-м году мы познакомился Черемковский драматический театр с лабораторией театра нации. И это, ну, это вот при моем руководстве было. И это невероятная, конечно, удача для театра — получить такую возможность поработать с такими режиссерами, как Кирилл Выдоптов, Володя Золотарь, Лиза Бондарь. Опять же, познакомиться с командой театра «Наций». И вообще, как бы, ну, принять участие в этой программе — это дает очень много возможностей. К тому же, вот, допустим, спектакль, который был… Эскиз сделан был Володей Золотарем на лаборатории 19-го года. И мы сразу же пригласили потом Володю доделывать эскиз до спектакля. И он получился, спектакль, как мне кажется. И получили, соответственно, потом сразу автоматом, по сути, приглашение на фестиваль театров «Малогородов», который проходил в Набережных Челнах. И там мы получили приз за лучший актерский ансамбль. И это тоже, ну, как бы, это здорово для театра «Малогородов». Ну, это возможность поверить в свои силы. Это возможность понять, что слово «провинция», оно не имеет, как бы… Это не географическое понятие, ну, в плане театра, да. То есть, как бы, может быть театр в глубинке, где-то на Атшибе, много интереснее какого-нибудь даже столичного именитого театра. Вполне возможно. И это здорово, что программа поддержки театров «Малогородов», ну, вот, это, конечно, это такой ресурс потрясающий. Лаборатория, фестиваль, сама программа. То есть, театр знакомится с новыми режиссерами, это самое главное. Театр включается в общую, единую какую-то систему, в единый… Кровоток какой-то, да, вот, театральный. И он может развиваться, он может себя позиционировать на всероссийской театральной арене как-то тем… И тем самым доказывать свою компетентность, доказывать свое значение для региона, прежде всего. И если театр получает тот или иной… Театр «Малогородов» получает приз, будь то на самом же фестивале театров «Малогородов», будь то номинация на «Золотую маску» или же вообще как таковая премия, то это уже сигнал для министерства, для региона, что этот театр живой, он развивается, и он имеет право получать некую поддержку со стороны министерства, со стороны руководства, то есть и финансовая поддержка, и снабжать человеческим ресурсом качественным. То есть это все помогает развивать театр. И значит театр будет жить, значит театр не исчезнет, потому что есть всегда такая некая тревога, что вот раз театр в «Малом городе» и схлопнется как бы сам с собой, потому что умрет, потому что станет неинтересен для населения. Но вот за счет того, что есть эта программа, театр интересен, театр современен, и даже в «Малом городе» может возникать что-то очень ценное для театральной жизни России. Ну и то, что финансово, естественно, как бы у театра «Малых городов» финансово не настолько мощный ресурс для того, чтобы пригласить всех этих режиссеров. Например, вы на эту лабораторию приехали, тот же Паша Зобнин и Александр Джунтини. То есть не факт, что театр самостоятельно может это потянуть, а вот программа «Лаборатория театра «Малых городов» она и финансово помогает очень мощно, при поддержке, конечно, еще и Министерства региона. То есть приезжают режиссеры и образовательная программа тоже, которая помогает театру. Идет качка, прокачка такая хорошая команды. В театре много любви, я считаю. И эта потребность сейчас, мне кажется, очень большая возникла у нас у всех. Кажется, мало любви стало. Вот надо идти в театр для того, чтобы учиться снова любить, мне кажется. Поэтому ходить в театр – там здорово. Субтитры сделал DimaTorzok